Мы вернемся потом еще с Александром Кольевичем поговорим, что воды не нужны. Судя по всему, раз нет еще продукта, негде нечего, не нужно хранить, нигде и так далее. А что тогда делать со всем этим, да? Я единственное хочу спросить, у нас здесь в зале присутствует Арсан, долго проработавший в Технополис Москва. Слушай, я знаю, что сейчас у тебя тоже какая-то есть платформа, с которой вы автоматизируете, скажем так, автоматизируете процессы управляющих компаний. Вот мы слушаем множество наших спикеров, говорят, да, представляют свою программу. Я боюсь, что уже честно говоря, это нас здесь, там, шесть человек, да? То есть, да, вообще, ну, мы понимаем, что с этим работают многие, и только бы не запутаться на самом деле всем инвесторам, да, у кого что, это как смертная поддержка, да? То есть, а где лучше, где быстрее и комфортнее. Ну, понятно, что лидер выиграет. Вот скажи, пожалуйста, ты как инвестор будет определиться, какую платформу, или каждая инвесториальная парка свою будет платформу внедрять по управлению и работе с студентами? Или все-таки кто станет, кто выиграет в этой гонке, скажем так, создание или процесс цифровизации? А, все, что сейчас обсуждали… Давайте, давайте. Спасибо большое. То, что сейчас обсуждали, на самом деле разные платформы, и они отвечают на разные задачи. Вот, а то, что сегодня, с чего началась эта сессия, скажем так, Михаил сказал, что большая потребность есть в цифровизации именно взаимодействия управляющей компанией и резидентов. То есть, все, что происходит на площадке особой динамической зоны, то есть, Гайдон-Барка или Громкин-Барка, это все идет к тому, что это все цифровизируется, и через мобильный телефон, другу говоря, все можно производить. Не нужно там Gmail, email, там что-то отдельно писать, 1С и так далее. Все в рамках одного приложения. И вот был приведен пример «Технополис Москва». Я в свое время там работал, я раскурировал создание этой системы. И сейчас мы разработали систему, которая полностью автоматизирована. То есть она работает как CRM, то есть это в облаке, человек просто покупает подписку, там, индустриальный баг, или соферное чистое. И у него уже там в течение месяца разворачивается эта система на его площадке, и все, и он может полностью переводиваться. Если он хочет, мы его можем на его серверах все внедрить, и это будет как будто его разработка. Поэтому, если интересно, мы там отдельно направим презентацию, как это все работает. Но там, в принципе, весь функционал взаимодействия у правильной компании «Резентфон» там представлен. Спасибо большое. Я так понимаю, давайте для себя сфиксирую, у нас тут последний спикер в нашей сессии, я вам буду завершать, но это для себя. Может быть, вы воспользуетесь моими тезисами. По сути, каждый продукт нужен, каждый выполняет свою функцию, да, и мы сегодня увидели это и с района, как бы, управляющей компанией, которая будет обслуживать резиденты, свою инфраструктуру и улучшить качество, да, и будет понятно, куда она выглядит. А до самого нас экономит деньги, особенно на эксплуатацию, да, это я, как бы, в бывшей строительстве говорю. Но очень, конечно, виртуальная фабрика для меня, это прямо, если она начинает работать, это прямо, ну, это здорово, потому что мы действительно будем управлять экономикой, управлять данными, да, потому что мы сейчас все говорим про экономику данных, но никто об этом как-то в такую практическую плоскость не переходит, мы все еще где-то там стоим, да, и поэтому, когда я увидела, что это такое возможно, и можно уверять, и не нужно это делать, давайте тогда сейчас определим, кому это делать, да, в каком объеме начинать это делать, хотя это могут быть есть. Я хочу передать слово Александру Комичу, да, здесь компания «Складмен», правильно я называю? Да, «Складмен», да, «Складмен», да, Александр Комич, да. Я хочу подойти, хочу вопрос опять задать, пожалуйста. Сейчас вы расскажете про то, чем вы занимаетесь, да, я хотела бы в контексте, да, мы поговорили про продукты, которые мы создавали, что мы стали глобальными, мы поговорили о возможности объединяться, да, в кластеры и друг друга дополнять и управлять этим процессом, чтобы это было эффективно. Мы поговорили о том, что вот нужно, возможно, даже склады делать, да, потому что можно продукт заказывать, и он будет виртуально выполняться и доставляться, соответственно, уже заказчику, да, экономить на это. Но мы с вами отдельно разговаривали до сессии по поводу Light Industrial, у меня это очень важная тема, честно вам скажу, и хотела бы на вас попросить рассказать о вашем опыте создания таких объектов, потому что как раз для малых технологичных компаний, если мы возвращаемся в систему технологического инсультета, это очень важно, да, чтобы их объединить, чтобы они были разрознены, и их рост продолжался, они должны будет размещаться, и должны владеть информацией от виртуальной фабрики, да, для того, что кому нужно, что нужно, должны знать, какие окры, что нужно доработать, а может быть на какой-то иной стадии, там, начать производство, внедрять. Ольга, да, спасибо за слово, я хотел бы, прежде всего, поблагодарить за такой вот состав спикеров, за это развитие темы, мне очень приятно и интересно было сегодня находиться здесь с вами, думаю, меня коллеги в заде поддержат, но по поводу того, чего я услышал, раз уж у меня такое завершающее мое выступление, значит, мы сегодня мы говорим в основном про инфраструктуру, антиинфраструктуру, там, научная инфраструктура, ну, и к инфраструктуре относятся также и где все это должно располагаться, да, то есть, бетон, крышка, стены, отопление, это все где-то должно жить, вот, вот, Light Industrial, это как раз вот про это, вот, прям, запомнились мне цифры по поводу Яндекса и Гугла, которые Юрий привел, запомнились мне цифры по поводу китайских производителей, да, вот такие, сколько миллионов единиц оборудования у них уже в этих платформах, вот, вот, у меня есть слайд, я хотел бы его, нажимать, нажимаем, туда, сюда, нет, зеленую стрелочку, вот, есть, пошло, перспектива Light Industrial, объем рынка, этажность, архитектура, сейчас немножко не об этом, значит, вот этот слайд, это вот, к слову, Google, Яндекс и так далее, только с точки зрения недвижимости, Light Industrial, это производственные складские помещения, современные, малые нарезки, вспомнили, совсем по-простому, там, от ста метров до полутора тысячи, все, что больше, там, больше двух тысяч, наверное, как это уже бигбоксы, вот эти вот большие коробки, складские, которые мы видим, там, вокруг наших крупных городов, но, они не подходят для малой нарезки, ввиду глубины здания, соответственно, это другой формат, Light Industrial, это другое, вот, значит, если мы посмотрим, ну, он у нас не строился по разным причинам, по ряду причин, у нас система не выстраивается инфраструктура последние 30 лет, вот, сейчас вот процесс пошел, значит, если мы посмотрим, что с этим форматом недвижимости, а это инфраструктура, такая же инфраструктура, как и поликлиники, магазины у дома, там, аптеки и так далее, это необходимо нам для того, чтобы где-то производить работу, вот, производить продукт, обслуживать услуги и делать, там, и так далее, вот, если говорить о качественной недвижимости, то мы можем сравнить с развитыми рынками, например, с рынками Германии, вот, значит, синяя, посмотрите на Германию, да, красная, это бигбокс, миллионы, ну, это количество метров на тысячу населения, значит, ну, два метра на душу населения, и Light Industrial, два с половиной метра на душу населения, если по бигбоксам, по большинству, да, Москва, Московский регион, он, ну, в два раза отстает от Германии, в принципе, инфраструктура какая-то уже есть, то, в Light Industrial, там должна, она, как бы, должна там быть синяя полосочка, ее нет, но она там есть, там, буквально, там, сейчас цифра за год выросла, слайду года, примерно, да, она выросла в два раза, но вот у нас 20 метров на тысячу, значит, на тысячу человек, то есть, нам, вот, то, что я сегодня слышал, много говорит о том, что нам еще работать, работать и работать, у нас у всех много работы, не знаю, как мы догоним Германию, сколько лет нам понадобится, и что мы должны, там, предпринять, чтобы быстро догнать, да, развитые рынки, мне кажется, мы должны спокойно, целенаправленно, в темпе выстраивать свою инфраструктуру и научную, и IT, там, и все сопутствующее, ну, вот, для того, чтобы обрести технологический суверенитет, а, на самом деле, нам нужно разработать, там, гениальный эликсир молодости, или, там, бессмертия, и по подписке продавать, всем задорого, чтобы они нас за это платили, вот, коллеги, будьте добры, пожалуйста, другое, да, другой файл, следующий. Да, коллеги, в общем, мы этой темой занимаемся, там, последние 7 лет, 4-5 лет мы проектируем, мы, там, пособрали проектную команду, прошу, там, около, ну, как прошло относительно, там, около 80 человек, вот, значит, то, как это выглядит, это, мы сейчас, я сейчас показываю наши проекты, это эскизы какие-то, они уже, там, в стадии проектирования, где-то получили разрешение строительства, что-то строится, я хочу просто, чтобы у вас на смотре у нас появилось, чтобы вы посмотрели примерно, как это будет выглядеть, да, через, там, 3-4-5 лет таких объектов будет, ну, в том числе, часть из этих объектов, не все, конечно, но часть будет реализована, чтобы мы видели, что такое инфраструктура для, вот, технологического нашего суверенитета, это производственные помещения, 300, 500, 1000, 1,5-2-3 тысячи метров, это объединяется, оно все гибкое, вот, это в Москве пошел, благодаря программе 884, постановлению Москвы, по созданию местоприложения труда, это, прямо, очень сильно подстегнуло рынок, и огромное количество объектов мы увидим в ближайшие несколько лет, ну, процесс набирает обороты, вот, это компания Афи-девелот, значит, от большой, там, на 300 тысяч метров квадратных, на Алтуфьевском шоссе, на стадии проектирования, заездом автотранспорта на этажи, в общем, современные такие здания, это улица Лухмановская, один из заказчиков, производитель, производственное здание было, на Ахта-Сити 21 век, в районе Троицка, большое такое, ну, они планируют, там, часть продавать, участками, но, тем не менее, как это выглядит, вот, это Химки были, да, у нас, это у нас Ленинградская область, Парабола, современные, никакого мы велосипеда не изобретаем, просто делаем удобно, у каждого резидента свои, свои доки, свой офис один, это все в рамках парка, то есть, это там и комьюнити, мы делаем такие общие зоны для отдыха и общения, спортивные площадки, очень... Закрываем все торговые центры. Закрываем торговые центры, да, значит, это Воронеж, одна из наших ранних работ. Нет, перепрофилируем, да, так жестко. А назад это красный, да, вот еще. Александр, мы увидели форматы, да, то есть, я соглашусь с вами, я уже сторонник, я вам это говорила уже два года, сговариваю с Министерством строительства, чтобы облегчить вообще ГИМЦЕГА в рамках инжиниринга промышленного строительства ситуацию для строителей, чтобы они изменили нормы, да, и все это быстро привязывалось, и это нужно нам, для малых технологических компаний, в общем, для всех производственных компаний и управляющих компаний в Министеральном парке, которые вовремя сообразят, что такой формат должен быть у каждой управляющей компании, да, потому что они делают, я не побоюсь этого слова, добавленную стоимость управляющей в Министеральном парке для развития нового формата инвесторов, да, то есть масштабность, новый формат инвесторов. Михаил Александрович, давайте завершаю еще слово, да. Я короткий ремарк у короткого. Вот сейчас мы находимся, представьте, Москва, вот все те 15 миллионов человек, которые в ней живут, она вот так же существует, только там одни хрущерки, вот, только хрущерки, больше ничего нет, и все живут в хрущерках, а, ну, людям нужна инфраструктура современная, вот это и происходит сейчас на этом производственном проявлении. Спасибо. Я, знаете, уважаемые друзья, вот выслушивши всех уважаемых спикеров, но я хотел бы сказать, что словами из песни как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, потому что с каждым по отдельности из вас мы общаемся, с кем-то подписали уже соглашение, и с Олегом, да, с вами недавно мы встречались, и по отдельности вот эту проблематику мы всегда слышим, вот, ну и как бы точечные какие-то решения вкрапления мы делаем, вот, и коллеги уже выступали на методической программе, лидеры развития инфраструктуры, которая реализуется как раз для управленческих команд парка, да, с вами мы это обсуждали, извините, не на вас показывал, инвентарус, да, извините, вот, так что я хочу сказать, вот, знаете, внимательно выслушав каждого, я обратил внимание, что у нас есть и проблема в принципе с инженерной культурой в области программира, в области цифровизации, есть и проблемы с программным обеспечением, есть проблемы, опять же, с подготовкой кадров квалифицированных, есть проблемы с неокрами, блокировкой вот этих зарубежных баз, и мы сейчас фактически обрезаны, ну и, конечно же, прозвучало и от Ольги, и от других коллег, что, вот, вы знаете, я как бы между строк прочитал, что вроде как есть меры поддержки у нас там на технологическую инфраструктуру, на коммунальную инфраструктуру, а на инфраструктуру, которая бы отличалась за цифровизацию, таких мер поддержки, несуществующих денег, к сожалению, нет. Поэтому у меня создало предложение, я думаю, что вы меня поддержите, и вот мы сейчас уже даже переговорили с Юлей, это член нашей ассоциации, которая, собственно, так сегодня интересно рассказала про их опыт, да, создать такой, знаете, совместный комитет при ассоциации по цифрализации, куда каждый из вас найдет в качестве представителей со своими предложениями и через наш рупор, через наши органы совмещательные комиссии, в которых ассоциация состоит на сегодняшний день, да, вот эти проблемы, во-первых, а, внедрять через массы, через те же методические программы, через те же форумы, мероприятия, чтобы у людей просто это начинало просто вот как масса сердца находиться в головах. И второе, конечно же, вырабатывать те предложения, о которых мы сегодня на пленарке говорили, чтобы и Минпромтор, и Минцифры услышали эти предложения в рамках тех же технопарков среди высоких технологий или иных технопарков, тех инфраструктур, которые будут создаваться. Ассоциация к этому готова. Если поддерживаете, то мы такой кабинет создадим. Я думаю, все поддерживают, давайте вот так. Программа назрела, и очень хорошо, что вы действительно здесь все собрались и каждый в своей части дал импульс к тому, что нужно не только говорить, а уже вносить этот программный продукт, но мы все равно понимаем, что без документальной темы у нас это не пойдет. Мы все равно должны резолюцию, в том числе, внести резолюцию импарка, это направление, отцифровать ему в конце концов, бумаги, правда, отцифровать, и запустить его в наше плавание. Коллеги вынуждены уже заканчивать, организаторы нас торопят. Хотелось бы, конечно, пообщаться, вопросы выслужить, но, наверное, в следующий раз, потому что тема действительно актуальна, мне нужно двигать. Спасибо вам большое, что присутствовали на нашей сессии, и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч.